Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами компания Максим Маркетс. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. По итогам прошедшего периода и перспективам ценовой динамики евро-доллара. Несмотря на то, что евро-доллару удалось прорваться к ключевому уровню сопротивления 1,07, который сдерживал рост пары на прошлой неделе, не стоит спешить переходить в лагерь быков, поскольку, на наш взгляд, ценовая динамика пары отражает лишь корректировку позиционирования участников рынка по доллару. Они – фундаментальные изменения прогнозов по единой европейской валюте. На самом деле выступление Марио Драги на прошлой неделе, как и прежде, носило отчетливо голубиный характер и не предполагало укрепления евро, в то время как позиция ФРС выражает растущую уверенность в стабильности экономического роста и скором повышении процентных ставок на федеральные активы. Для доллара краткосрочные обстоятельства действительно складываются сейчас не лучшим образом. Инвесторы ждали от Дональда Трампа увеличения государственных расходов, снижения налогов и других мер, стимулирующих экономический рост. Он же начал свое президентство с указа о выходе США и соглашения по транс-тихоокеанскому партнерству. Проблема протекционизма и довольно агрессивная торговая политика Трампа на этой неделе волновала валютных трейдеров больше всего. Совершенно очевидно, что его действия могут спровоцировать ответные меры со стороны других стран, что в конечном счете приведет к полномасштабным торговым войнам и окажут отрицательное влияние на доллар. К тому же, заявления Трампа и его кандидата на пост министра финансов о слишком дорогом долларе также усиливают тревогу среди инвесторов. Эти факторы и относительно евро, и относительно доллара гасят восходящую динамику пары, но в то же время не дают паре развить уверенную нисходящую динамику. В этой ситуации знаковым станет заседание на следующей неделе Федерального комитета по открытым рынкам США, которое может определить дальнейшую динамику доллара, в том числе и в паре с единой европейской валютой. Напомним, что Федеральный резерв в последнее время демонстрирует оптимистичный настрой и желание повысить ставки трижды в этом году. Если со времени последнего заседания в этом плане ничего не изменилось, доллар получит дополнительный стимул для развития восходящей динамики по всему спектру рынка. С точки зрения технической ситуации, котировки валюты приблизились к важным зонам сопротивлений в районе ключевого уровня 1,08, которые, скорее всего, сдержат дальнейший рост единой валюты. Подтверждает это и то, что даже на позитивных экономических новостях курс пары не смог удержаться в восходящем тренде. Кроме того, рост пары продолжается уже более пяти недель, и, вероятно, пришло время для достаточно глубокой коррекции. В четверг пара евро-доллар пошла вниз, показав минимум на ценовом уровне 1,0658. В этом падении пара пробила вниз линию среднесрочного восходящего тренда, а технические индикаторы на дневном и четырехчасовом графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о завершающей стадии восходящей коррекции пары. Об этом же говорит и закрытие недельных торгов ниже уровня закрытия предыдущей недели и уровня недельного разворота. Исходя из вышеназванных факторов, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1,0653-1,06. Далее ожидаем возобновления подъема курса единой европейской валюты к уровню недельного разворота 1,0709. В случае пробоя этого уровня последует дальнейший рост пары к ценовым уровням 1,0725, 1,0775, 1,08 и 1,0816. Вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот пары на коррекционное снижение к следующим целям – 1,0700, 1,0670, 1,0653, 1,0638, 1,0615 и, возможно, ниже к ценовому уровню 1,0565. После завершения коррекционного отката ожидаем возобновления восходящего движения пары в направлении ключевых уровней сопротивления 1,08, 1,09 и выше. По паре фунт-доллар. На прошлой неделе британский фунт продемонстрировал свою стойкость. В паре с американским долларом валюта добавила к своему курсу 300 пунктов, обновила годовые максимумы и, судя по динамике, не собирается останавливаться на достигнутом. Факторами поддержки для пары стали позитивная экономическая ситуация в Великобритании, ослабление американского доллара, участие британского парламента в процессе выхода страны из ЕС, политическая ситуация в Европе и оптимизм трейдеров в отношении будущего американо-британского торгового соглашения, которое сможет сгладить вероятные негативные последствия Брекзита для экономики страны. Если говорить об экономике Великобритании, то за последний квартал прошлого года ситуация значительно улучшилась. Британия стала наиболее быстро развивающейся экономикой мира, несмотря на многочисленные негативные пророчества. ВВП Великобритании за 2016 год превзошел все ожидания аналитиков и вырос на 2,4%. Экономику поддержал сектор услуг, розничная и оптовая торговля, туристическая индустрия, сфера здравоохранения, продажа автомобилей. Индекс потребительских цен за декабрь вырос на 1,6%. Это самое значительное ускорение инфляции более чем за два года. В Банке Англии надеются, что в 2017 году инфляция в стране превысит целевой уровень 2%. В этой связи денежные рынки оценивают шансы на увеличение процентной ставки до конца текущего года более чем в 50%. Таким образом, инвесторы переоценивают сейчас последствия Брекзита. Все очевидно, выход произойдет и с этим надо смириться. Причем политическая ситуация в Европе явно на стороне Великобритании. В Германии, Франции, Италии, Голландии в преддверии приближающихся выборов растет поддержка евроскептиков. В случаях победы на выборах переговоры с ЕС станут намного менее проблематичны. На этих ожиданиях фунт может расти как минимум еще несколько месяцев. С точки зрения технических факторов, цена закрытия недельных торгов существенно превысила уровень закрытия предыдущей недели и оказалась выше уровня недельного разворота, что свидетельствует о продолжении влияния восходящего импульса на ценовое движение пары. При этом и сам рост уровня недельного и дневного разворотов по сравнению с предыдущей неделей также подтвердил восходящую динамику пары в ее среднесрочной перспективе. Бычий настрой рынка подтвердил и отчет комиссии по торговле товарными фьючерсами, продемонстрировав сокращение совокупной чистой позиции на продажу британской валюты. Волновая структура ценового движения пары также предупреждает о продолжении восходящей динамики. Причем коррекция двух последних дней открывает хорошие возможности для новых покупок. Исходя из вышеизложенных факторов, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем возобновление восходящего движения курса британской валюты к ее предыдущему локальному максимуму 1,2673 и выше к целевым уровням 1,2700, 1,2730 и 1,2780. Вблизи этого уровня ожидаем разворот пары фунт-доллар на нисходящую техническую коррекцию и снижение курса британской валюты к целевым уровням 1,2529, 1,2500, 1,2445, 1,2400, 1,2360, 1,2330 и ниже к ключевому уровню поддержки 1,2300. Далее вновь ожидаем развороты и возобновления подъема пары в направлении предыдущих локальных максимумов. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.